Доктор, скажите, пожалуйста, по поводу пальмового масла. Насколько оно полезно или вредно? Столько слуха в нем. Спасибо. Сейчас, конечно, с пальмовым маслом это отдельная песня, потому что огромное количество статей, разговоров, полезно, вредно и так далее. Что вы должны понимать? Вот, когда мы говорим слово «насыщенные», «ненасыщенные» жирные кислоты, что это значит? Это значит, что в этом жире, в этих жирных кислотах, есть определенное количество атомов водорода. Если атомов водорода мало, это ненасыщенная кислота, и она жидкая, то есть масло жидкое. Если мы возьмем свиное сало, то там много атомов водорода, и оно какое? Плотное. Пальмовое масло чуть ли не одно из уникальных, которое растительное, но плотное. Понятно? Почему это так важно? Потому что если мы возьмем жидкое масло и особыми технологиями начнем в него добавлять водород, то мы жидкий жир сделаем твердым, и он будет длительно храниться, понятно? И он будет очень удобным в промышленном производстве, и это будет называться вот тем словом «трансжир», который вредный. Понятно? И сейчас многие страны запрещают использование трансжиров вредных, и пищевая промышленность в мировых масштабах ищет им замену. И пальмовое масло оказывается практически идеальным. Оно твердое, понятно? Но не «трансжир», не вредное, а наоборот, куча пользы, витаминов и всего остального. Понятно? И теперь возникает во всем мире огромная проблема, потому что скоро вообще весь мир окажется в пальмах. То есть вырубают леса, садят пальмы, добывают масло. Но есть еще одна проблема. Вот представьте себе, мы готовим некий продукт, который называется, ну, например, назовем его «плавленый сырок». И вот в этом плавленом сырке достаточно дорогие сливки, молочные сливки. А может быть дешевое масло, пальмовое. И многие производители пищевых продуктов действительно заменяют сливки коровьего молока пальмовым маслом. Продукт ничего не теряет во вкусе. Теоретически он должен стать в пять раз дешевле, а дешевле он не становится. И это огромная сверхприбыль. И с этим люди пытаются бороться. То есть те честные производители, которые добавляют то, что написано, пытаются с этим бороться и начинают распускать слухи о вредности пальмового масла. Нет. Оно совершенно не вредно. И когда некий производитель говорит, что вот этот продукт для детского питания не содержит пальмового масла. Если он не содержит пальмового масла, это одно объяснение, почему он дорогой. Понятно? Но если он содержит пальмовый масло и дорогой, то это они что-то с нами делают. Это понятно? Молодцы. АПЛОДИСМЕНТЫ